Колье Шор Еще один интересный фотограф, который вдохновлен произведениями Эндрю Уэйта. Эндрю Уэйт — это американский фотограф, очень известный. Он выпустил книгу и нарисовал огромное количество произведений, на которых изображена девушка. Ее звали Хельга. И вот много-много повторений, то есть, точнее, много-много рисунков, много-много живописных полотен принадлежат его кисти. И мы видим самые-самые разные ситуации. В течение многих лет он фотографирует одного и того же человека. И вдохновленный этим опытом Колье Шор делает проект «Дженс Эф», в котором она фотографирует немецкого мальчика. Вот по результатам этой работы сделана вот такая книга, которая называется «Дженс Эф». И в эту книгу вошли репродукции как раз картин Эндрю Уэйта, ее собственные работы. Выглядит это довольно интересно. То есть, это такие коллажи, собранные из рисунков, из фотографий, тексты. Книга выпущена небольшим тиражом, каждый экземпляр подписан, пронумерован. И мы видим, что вот происходила такая довольно большая работа. Она пыталась как бы перенести ситуацию, когда мужчина рисует девушку, на ситуацию, когда женщина фотографирует мальчика. Проект длился примерно пять лет, и мальчик изменялся, и в этом тоже как бы дополнительный интерес возникал благодаря этому. Шор констатирует, работа превратилась в что-то типа танца между двумя моделями, между живописью и фотографией, между точными фотографическими деталями и нюансами скетча и рисунков. Форматы моих камер менялись. Менялся тело мальчика, менялся свет, менялись уровни интимности. Но интимность предполагается не как какие-то отношения эротизированные или сексуальные отношения между фотографом и этим юношей. Нет, имеется в виду, что между ними были моменты довольно большого доверия. Речь идет об интимности как доверии. И в какой-то момент начали в этом проекте участвовать и другие модели тоже, но в общем основная история рассказана про мальчика. Вот такие коллажи присутствуют в этой книге. Ну и конечно этот фотограф не сконцентрирован исключительно на личности одного человека, одного подростка. И это уже законченный проект. Книга выпущена и собственно на выставке мы можем видеть не только произведения, которые использованы здесь, но и фрагменты из этой книги. Очень спорный автор Джоэль Питер Уиткин. Это автор из США. Он в своих работах повторяет огромное количество всяких авторов из области живописи и из области фотографий тоже. Он вдохновлен ранними работами Беллока. Был такой автор в 19 веке. И вот, например, такая фотография является, по сути дела, повторением многих-многих всяких других работ. Ну и те, которые как бы сразу приходят в голову. Вы видите, здесь есть, значит, Мона Лиза. Работа художника Энгра, который называется «Источник». Две репродукции из Бальтюса, который рисовал вот так вот. Тоже узнаваемый позор, который здесь использованы. Вот вы видите в центре. И так далее, и так далее. То есть здесь много всяких работ. Здесь есть, вот видите, такая попытка воспроизвести Пикассо. Вот это вот что-то, что напоминает его работы. Здесь есть, ну и другие, и многие другие тоже художники. Можно, в принципе, насчитать десяток или полтора произведений, которые послужили источником вдохновения для него вот в этой работе. Все-таки Джоэль Питер Уиткин, довольно странный автор, он использует фрагменты трупов. Для этого он договаривается с моргами, с теми людьми, которые готовы отдать свое тело после смерти для цели искусства. Вот мы видим такой фрагмент лица умершего человека и какие-то другие вещи. То есть вот луковицы, точнее лук зеленый, какие-то цветы, артишоки и так далее, и так далее, и так далее. Ну и довольно трудно сказать, что конкретно служит источником вдохновения для таких фотографий. Но мы можем уловить сходство и с работами, вот был такой художник Акрембольда, у него много вот таких работ. В Третьяковской галерее, мы знаем, есть некоторые экземпляры его работ. Одновременно мы видим сходство и с убранством главных уборов индейцев в этом. Екатерина Белкина. Это российский автор, она родилась в Самаре, долгое время жила в Москве, а сейчас живет в Берлине. Вот так она выглядит, она преподаватель школы, в прошлом преподаватель школы фотоплей, сейчас я не знаю, возможно продолжает, возможно нет. Она делает автопортреты по мотивам художественных произведений. Ну мы видим, здесь сохранена стилистика Петрова Водкина, Малевича, Модельяне, Климта, Гогена и Шиле. Вот один из ее автопортретов с более крупным планом, и он повторяет Тамару Д'Олимпико. Очень качественные фотографии, тоже большого размера, выполненные в узнаваемой технике, очень красивые.